МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемы столкновения нового, молодого и старого, обреченного не раз встречаются на страницах классики. Вспомним «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Или рассказ Ивана Бунина «Антоновские яблоки», написанный в стиле литературного импрессионизма. В нем нет четко прослеженного сюжета. Он соткан из впечатлений, воспоминаний, эмоций. Возможно, это одна из причин, по которым читатель проникается настроением автора. Усадебная культура на Руси складывалась веками, а разрушалась на удивление быстро. Здравствуйте! С вами программа «Русская культура. Истории О». Отличный был домик у Силы Ивановича Крылушкина. Домик этот был деревянный, в два этажа. С улицы он казался очень маленьким, всего в три окна, а в самом деле в нем было много помещения. Но он весь выходил одной стороной в двор, а двумя остальными в старый густой сад. Домик этот стоял в глухом переулке у Никити, за развалинами огромного старинного боярского дома, в остатках которого помещалось духовное училище, называемое почему-то Мацневским. Отрывок из романа Николая Семеновича Лескова «Житие одной бабы» – описание совершенно обыкновенного для конца XIX века городского дома. Это сегодня нам довольно сложно представить подобную картину во всей полноте. Но интерес рязанцев к истории своего города велик. Свидетельствует об этом и абонемент читального зала библиотеки имени Максима Горького. Спросом, к примеру, пользуются книги, о которых нам рассказала Валерия Яковлева. Тема угасания и в том числе возрождения российской усадьбы в настоящее время очень актуальна. И многие краеведы и наши читатели занимаются этой темой, изучением этой темы, и в том числе обращаются к русской классике, к русской литературе. Потому что усадьбы очень многое описано в произведениях русских классиков, таких как Бунин, Чехов, несомненно, большое описание с первой по шестой главы мы можем увидеть у Александра Сергеевича Пушкина в Егене-Негине. Любовь к земле, к родине, к славным людям прошлых поколений, уважение и почтение к истории своей страны и ее народа – одна из характерных черт, присущих русской культуре. Актуальные по сей день, спустя век, проблемы, которые на страницах своих книг поднимают Чехов, Бунин, Пушкин, Лесков, Толстой, не оставляют равнодушными и современных читателей. Школа русской живописи известна всему миру. Как неотъемлемая часть русской культуры, живопись становится отголоском эпохи, визуально фиксирует состояние духа народа. По сей день российская глубинка, которая постепенно становится историей, трогает сердца творческих людей, в том числе художников. Пейзажи Владимира Подгорного для современного городского жителя выглядят необычно. Сток сена в сумерках или тропа, проложенная через сугроб к колодцу – это звучит как весточка из другого измерения. Русская деревня с ее особым укладом постепенно становится историей, но не будет забыта благодаря кинематографу, литературе и живописи. В том числе увековечил этот чудесный мир на своих полотнах и Владимир Подгорный. Он в свое время делал сериал-картин по есенинским местам, то есть он как бы, ну, человек, так сказать, с корнями украинским приехал в Рязани и проникся тем образом Рязанского края. И вот в данный момент выставка очень интересная, на мой взгляд. Я думаю, что для нас, я повторяю, это очень большой подарок для нашего рязанского ценителя искусства. В выставочном зале Союза художников открылась персональная выставка Владимира Андреевича, приуроченная к его 75-летию. Здесь можно увидеть 81 работу автора, в том числе 13, из частной собственности Рязанского художественного музея. К сожалению, сам автор находится в больнице, но, так сказать, он уже болеет довольно-таки продолжительное время. Ну, здесь очень интересно. Я зашел, я первый зашел, когда мне было народу, посмотрел. То есть, конечно, Владимир Андреевич, но я его уже знаю, как только сюда приехал, после окончания учебного заведения в Москве. Я просто смотрю, что он такой, как бы, был, так он остался себе уверен. Он, во-первых, закончил Киевский институт художественный, он, как бы, у него школа, так сказать, дружеская украинская, поэтому он, как бы, цвета по сравнению с нашими рязанскими художниками, те, которые приходили в нашу школу рязанскую, он такой более цветной, мазистый, при том, при всем он очень такой, как бы, вроде бы цвет берет такой наивный, на самом деле очень тонкий и хороший художник. На полотнах автора чаще всего изображено переходное время – ранняя весна или поздняя осень. Легкая грусть сумерек, мягко окутывающих межсезонье, очарование русской глубинки, звенящая тишина, которая выходит из картин прямо в выставочный зал и становится доступной каждому зрителю. А вот каким видят современные художники наш город – древний и прекрасный – это отдельный разговор. Предлагаю посмотреть на Рязань глазами живописцев в салоне на Старом Перекрёстке. Именно здесь, в конце октября, в разгаре осени, открылась выставка, посвященная изображению городских видов Рязани. Салон на Старом Перекрёстке, он начинает некую, как бы, традицию поддерживать выставок. Это уже вторая выставка, посвященная Рязани, Старой Рязани. Но не обязательно старой. Раньше, год назад, вернее, была выставка, которая была посвящена именно улице Горького, на которой находится в данный момент салон на Старом Перекрёстке. А сейчас организаторы решили пойти дальше, раздвинуть рамки этой выставки. Сейчас эта экспозиция, она посвящена, в общем-то, любимым местам авторов, можно сказать так, в нашем городе, всеми нами любимым. И она несколько шире уже смотрится. Узнаваемая и совсем не похожая на себя, современная и та, какой мы её уже не увидим в реальности. Немного непривычная, в случае, если автор представил её через призму своего сознания, Рязань во всей красе предстаёт перед посетителями. Около 50 полотен разных авторов. Среди них хорошо знакомые нашим телезрителям, известные за пределами города, именитые авторы и те, кого знают только в узких кругах. В каждой работе совсем по-новому, свежо и необычно предстают перед нами городские пейзажи. Если честно, я уже очень давно подхожу, ну и по мере того, как я учился, из художественного училища учился и в школе, и всё время были у нас практики летние какие-то. Всё время подходили, мы тоже писали, да, и дома, и дворики, и всё прочее. И, конечно, главная тема для Рязани – это, я думаю, таинство и непостижимость для меня, и я знаю, для многих художников – это Кремль. Это вот раскрыть действительно настоящее сердце Кремля – это настолько сложно, и к этому, в общем-то, хочется как-то стремиться. А то, что мои вещи, они тоже увидены давно, но благодаря вот предложению салона я смог осуществить, наконец, своё мечту, да, потому что я работаю в несколько другой стилистике. Благодаря взгляду сразу нескольких мастеров мы видим привычный нам город с разных сторон. Порой даже улицы, по которой ходим ежедневно, не сразу узнаётся. Наша съёмочная группа, например, не сразу признала улицу Полонского, изображённую Василием Николаевым. На профессиональных выставках, ну, не все могут принимать участие, вот, в силу разных причин. Здесь же именно демократичная такая обстановка, и художники действительно раскрывают свой талант полностью. То есть, когда свобода, когда нет строгого жюри, а только ценится вот действительно умение и искренность. И вот этой искренностью действительно наполнены все работы, которые здесь представлены. Особую любовь поэты и художники всегда испытывали к очарованию русских пейзажей. Расцвет пейзажного жанра в живописи пришёлся на XIX век, когда складывается школа передвижников. И увидеть лучшие образцы этого периода возможно, например, в Тверском художественном музее, экспонаты из которого иногда приезжают и в Рязань. Эти экспонаты входят в основную экспозицию Тверского музея. Сейчас в здании ремонт, и нашему городу предоставилась возможность принять в своих залах картины, которые обычно никуда не выезжают. В собрании пейзажной живописи важная часть богатой коллекции Тверской областной картины галереи. Оно довольно разнообразно иллюстрирует все основные этапы развития жанра. На выставке в Рязани экспонируется около 30 полотен выдающихся мастеров пейзажа конца XIX – начала XX века. Тверская земля – это венециановская школа, это Алексей Гаврилович Венецианов, это родина русского пейзажа. Соответственно, работы Венецианова есть в Рязанском музее, поэтому привезли работу его дочери и его учеников. Пейзаж в качестве самостоятельного жанра изобразительного искусства в России сформировался сравнительно поздно – лишь к середине XVIII века. Расцвет жанра пришелся на XIX век, когда сложились характерные, отличительные черты русских пейзажистов. Этой выставкой, представлением этих живописных работ, мы, во-первых, пытались показать развитие этого жанра в русской живописи. И наша коллекция позволяет это сделать. На протяжении складывания и начала его, в конце XVIII – начало XIX века, и наша линейка, она проведена до середины XX века. Достойное место на выставке занимают произведения декоративно-прикладного искусства. Уникальная коллекция изделий из фарфора и паянса, выполненных на фабрике Кузнецова в Тверской губернии. Вячеслав Варнашов Вячеслав Варнашов, художник из Пензы, по-своему видит окружающий мир в трех измерениях. В том числе, особенной в его глазах выглядит и резаль. Персональная выставка пензенского художника Вячеслава Варнашова носит интригующее название «Три измерения». И это не случайно. Коллекции из нескольких десятков картин удивляет и очаровывает своей нетипичностью. По словам специалистов, работы художников привлекают внимание прежде всего необычностью манеры автора. Художник владеет не только классическими приемами живописи, но и является, по сути, изобретателем новой корпусной техники. Многие его полотна имеют вид объемных макетов, почти бы рельефов. В такой манере написаны городские пейзажи, натюрморты. Я бы хотел своей выставкой принести побольше радости, и чтобы как-то вот, ну, не только рязанский, а просто человек оценил искусством. Понимаете, на самом деле это каждого человека касается. Это идет параллельный мир, который у нас не то времени хватает, не то что-то нас отвлекает. Но когда человек находится наедине с самим собой, вот, ему, ну, очень приятно. Он себя чувствует как-то более уверенно, и он может помечтать, там, почувствовать себя более сильно. Как рассказал журналистам сам художник, название экспозиции символично и подразумевает прошлое, настоящее и будущее. По его словам, в творчестве очень много точек зрения, какие-то моменты мастерство позволяют затрагивать, а какие-то художник не знает, как сделать. Вот откуда у мастера взялся объем, заменяющий в некотором роде воздушную перспективу. Если правильно осветить работу, зритель сможет увидеть первый, второй и третий план, как на сцене театра. Помимо уникальной манеры изображения, нельзя не заметить роскошные рамы. Каждая из работ подобрана индивидуальная, ручной работой, изготовленная близким другом художника. Здесь работы, которые здесь мы видим, они немножко задевают прошлое, настоящее и будущее. То, что прошлое превращается у нас в сказки, в былины, я представил эти, настоящее, что мы сегодня видим. Тоже есть несколько работ сделано по миру, мы так пробежались, я привез несколько работ по Италии. Вот, даже есть рязанские кремы, здесь я его писал год назад, приезжал сюда к рязанским друзьям и, в общем, посмотрели, как идет реставрация. И очень, мне очень нравится, уютный такой, пахнет такой, какой-то, понимаете, ну, русской стариной такой, в общем, истории. Вот, и поэтому хотелось бы в него вложить как можно больше эмоций. Варнашов в своей технике рисует и реалистичные натюрморты, и классические пейзажи, а в Рязани представлены его фантазийные картины с образами из сказок и мифов. Бережное отношение к истории и мировому фольклору, творческое переосмысление символов прошлых веков и тысячелетий превращает полотна художников в картины-головоломки, для расшифровки которых придется как следует подумать. Сюрпризом для жителей нашего города стала работа с изображением Рязанского Кремля. История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Дома долговечнее людей и бывают свидетелями нескольких людских поколений. Никто не дает себе труда, кроме некоторых краеведов, расследить историю какого-нибудь старого дома. К краеведам же принято относиться снисходительно и считать их безвредными чудаками. А между тем они собирают по крупицам нашу историю, традиции и воспитывают любовь к своей стране, писал Константин Паустовский. А историю зримую, визуальную бережно хранят живописцы, оставляя ее в своих полотнах. С вами была программа «Русская культура. Истории О». «Русская культура». 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 Продолжение следует...